так поменял работу на любимую а денег стал меньше может стоило оставаться это первый вопрос и второй вопрос на него похоже поменял работу выучилась мало клиентов хочу выучиться на парикмахера нужно 35 тысяч и в общем 35 тысяч нет и на маникюр выучилась тоже нет клиентов и не знаю что делать и там прозвучала очень страшная фраза на которую я хочу обратить внимание уже начала винить себя что ушла сначала про фразу потом про работу мы всегда должны себя поддерживать это наша святая обязанность мы не можем ждать поддержки от жизни если мы не поддерживаем сами себя жизнь окружающий мир он отражает наше отношение к нам он отражает наше отношение к нам понимаете за исключением задач задачи все равно будут они приходят и уходят но вот глобальное отношение ты себя предаешь или не предаешь ты свои ценности осуществляешь не осуществляешь ты себя поддерживаешь или ты себя мочишь когда ты видишь свои слабые места вот смотрите у нас много частей когда мы говорим про мечту про желание это наш ребенок да это детская часть она мечтает наша святая обязанность осуществлять наши мечты вот вы ушли из одной профессии потому что наверняка захотелось правда отучились стали заниматься другой профессии и стали себя винить вот смотрите что вы делаете вы стали мочить своего внутреннего ребенка вот представьте в реальной жизни есть ребенок у вас или был бы у вас ребенок он начал осуществлять свою мечту но у него не очень хорошо получается а вы его начали мочить прикиньте просто голову отрубить такой маме и на кол повесить до чтобы другим было неповадно поэтому всегда вспоминайте о том что мы не принадлежим себе на сто процентов мы не можем издеваться над собой ну нельзя так это нельзя делать нас накажут поэтому когда вы хотите вот это вот начала винить себя поддерживайте себя вы тут самый ребенок который начал осуществлять свою мечту поддерживайте себя это ваша святая обязанность поддерживайте переживите эти дни будут клиенты точите в эти ногти хорошо на 5 с плюсом и будет понимаете начнется сарафанное радио и все будет отлично но не бывает такого что с пересела с одного дерева на другое и посыпались да здесь сыпались и здесь теперь сыпется нет какой-то период люди вас еще не знают они вас должны узнать вы нарабатываете клиентуру поэтому все что вы можете сделать сейчас это первое поддерживать себя второе делать свою работу на 5 с плюсом и третье если есть время да то есть у вас такой период вы вылетели из одной системы и пока еще не укоренились в другой вы в таком полете и пока вы в полете есть у вас свободное время самое лучшее что вы можете делать это наращивать свои навыки то есть все что касается вашей профессии читать изучать что-то пробовать новое стать классным специалистом это лучшее что мы можем сделать не ругать себя не винить себя а именно использовать это время на то чтобы стать лучше всех ваших соседок и соседок соседок до чтобы девочки когда передавали друг другу говорили вот вот она классно делает все хочу к ней хочу к ней и все и наступит день когда будет очередь стоять но надо пережить это же проверка на силу намерения понимаете кто хочет все хотят кто готов что-то ради этого делать вот будьте готовы доделать вы же уже сделали правда вы отучились вы бросили одну работу вы уже начали это делать ну дожмите уже до конца потому что главная ошибка ну самое главное это конечно не начинать те кто не начали они уже проиграли а а вторая ошибка не до жали не дождаться понимаете начала обгонять а потом и в кувете начала обгонять обгоняй придет день когда будут люди люби свою работу делаем опять с плюсом развивайся и будут люди но будут люди все их не может не быть вот вот это вот что касается работы так